Но там сотни фактов против России. Там IP-адреса, отпечатки пальцев. Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие это отпечатки? Значит, IP-адреса, их можно вообще придумать. Знаете, сколько их много специалистов? Они сделают так, что это с вашего адреса, с домашнего. Дети ваши послали. Младший ваш ребенок трехлетнего возраста. Так все организуют, что именно ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам чего угодно придумают, а потом кого угодно обвинят. Это не доказательство. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему. А проблема не в нас. Проблема внутриамериканской политики. Вот в чем проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, думаю, ну перебирает мужик, честное слово. Это правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну извините, чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются. Причем здесь русские. Русские, что ли, там занимались этой, значит, кухней протаскивания одного кандидата от Демпартии в ущерб другому. Не мы же это делали. По-любому. Это же они там внутри делали. Прекратите. Президент Трамп говорил, что он считает, что Россия стоит за этим. Что говорит президент Трамп конкретно.